МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На протягу ближайшего месяца каждому непрацующему жихару Гомельской области необходимо предоставить варианты працаулаткования. Такое доручение дал старшиня Гомельского облвыконкама у Владимир Дворник сегодня на аппаратной нараде. Рашение этой задачи керавник региона усклау на членов назиральных комиссий, які створены в кожном районе в области. До этой работы так само повинны подключиться и депутаты мясцовых советов. По словам старшиня, был выконкам, а у першую чаргу варта звернуть увагу на махчимость працаулаткования людей у агропрамысловым комплексе, а так само у доброупарадкованной территории. Центры занятостей насельництва повинны организовать широкую кампанию по информованию насельництва об вакантных працаулных местах. До інших темп, а инициативе старшиня был выконкам, а кожный год на Гомельшине повинен быть приведенный у парадок як минимум один районный центр. Летость, выдаткованная на доброупарадкованне сродки, были сконцентрованы у Рогачёве, а сёлита новый выгляд повинна набыть ветка. Что сделано и что ещё плануется сделать в этом городе, доведался Олег Сентяров. Сучасное обличие ветки сформировалось ещё у часы основания Советского Союза. Нельзя сказать, что за последние 5-6-10 годов тут ничего не делалось, але и масштабными этой работы назвать так само, напевно, нельзя. В селеком разе управление с тем, что отбывается зараз. Город ветка знакомитый перш за всём музеем старообразництва. Ещё в 80-х годах минулого 100 годов, и он был уключен во всесоюзно-туристичные маршруты, и что год праймал до 60 тысяч человек. Зараз гадая лечба маль уже сразу меньше, а тому резерв у музея Вялики. У гэтая дни або два будинка установы знаходятся на реконструкции. У мясцовых уладов у вогню Вялики планы. По инициативе райваконкама зараз у городе проходит громадское обмеркование пропановы об обыдавнице першого у истории ветки бассейна. Докладнее до разу двух – для дорослых и для детей. Самая большая работа и самая оптимальная – это у нас строительство бассейна. Люди, конечно, ждали этого момента, и вот, наконец, мы, думаю, начнем. А так у нас попали большинство социальных объектов. Детский сад у нас попал на капремонт и гимназия. Там действительно пройдут масштабные изменения внутри и снаружи. Основный участок работы у ВЕЦИ проводит организация Гомельской области. Зараз в процессе реконструкции и будовництва находятся около 50 объектов. Бодает наибольшая колькость их у социальной сферы. Той же районный дом культуры, например. По культурно-массовым мероприятиям тут не проводится. Олег, это часовое изъяло. Дом культуры, конечно, у нас абсолютно востребован. Это единственное в городе ВЕЦИ такое культурное учреждение, в котором проходят концерты районного, областного, ну и нового масштаба, акции разного формата. И чернобыльский шлях, и наши местные районные и областные акции. Поэтому он на самом деле поистине востребован. И потому что это, скажем, храм культуры города ВЕЦИ. Бодай наибольшей значной неозручности подчас массовых ремонтных работ преподают на долю водителей. На некоторых участках худкость Руху не достигает и 20 км за годину. Зато и после завершения ремонта на проездной части заявится не только новый асфальт, а и додатковые полосы. Основные объемы работ повинны быть завершены у кроссовику. Ветковчане сподяются. Зусим худко их город станет больше комфортным и утульным. Ждем улучшения, конечно, что будет красиво в ветке. Наконец-то наступит у нас порядок будет. Дорожки будут тротуарные, что мы будем с детками гуляться. Все будет хорошо. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, телерадо-компания «Гомель» с ветки. Протягиваем выпуск «Гомелься» родинших регионов Беларуси у лидерах по темпах жильевого будавництва. З'являются новые микрорайоны, освоиваются пляцовки для кропковой забудовли. Например, худко на улице Сожской пошли расти 18-поверховый дом. И как только такая информация стала ведомой громадскости, одразу же заявились в мерковании супросьбудовництва. У ситуации разбирался наш корреспондент Марина Джалая. Коротко проблему можно описать так. У 19-м стагодзе на территории, где зараз заплановано будавництво шмат поверховки, мабыть, были еврейские могилки. Клюшовое слово «мабыть». Докладных звездок об тем, что пахава не знаходятся, як кажуть будавники, непосредственно под плямой забудовли, нема. Могилки были закрыты в 1885-м годе, и на картах початку 20-го стагодзе яны уже не значатся. На этой территории у разной часы находилась войсковая часть с казармами, канюшни, а пошним будинкам, разом с яким инвесторы набыли кавалок земли под забудовлю, была закрыта в минулом стагодзе геориатричная больница. В феврале появились вот эти новости о том, что возможно там было кладбище. И поэтому мы сами выступили с инициативой, и нашли представителей гумерской еврейской общины, который искал нас в это время, практически это был одновременный двусторонний процесс, и достаточно быстро мы пришли к соглашению о том, как выходить из этой ситуации. С пункта угледжения Торы это пытание оказалось неоднозначным. Старшиня гумерской иудейской суполки Олег Жолодев вырушил его коллегиально, разом с опытными раввинами из Америки и Израиля, а так само гумерскими навыковцами и историками. Если мы знаем точно, что в каком-то месте есть кладбище, и оно не загорожено, то прежде всего надо определить его границы, огородить и не проводить там никаких вообще работ. Прежде всего. Но, при всем при том, что нет возможности не проводить на этом участке работ, мне раввины сказали, что достаточно сделать все возможное для изучения этого земельного участка на предмет, есть ли там какие-то останки, и было ли это кладбищем, и провести экзумацию, то есть забрать наши еврейские кости и похоронить их в еврейском кладбище, по еврейскому перезахоронить, в еврейском кладбище по еврейскому закону. Место востребовано, это центральная часть города, практически парковая зона города, рядом река. Ну, появились такие мнения, что якобы здесь находилось еврейское кладбище, древнее еврейское кладбище 19 века. О том, насколько это верно, очень трудно судить сегодня, потому что по разным планам, по разным схемам, детальным планам города 19 века, начало 20 века, кладбище находилось на месте нынешнего футбольного стадиона, 8-й школы детского футбольного стадиона. Что касается этой площадки, есть предположение, что здесь возможно было еврейское кладбище, но конкретных исторических данных о том, что оно было, именно на этом месте, на сегодняшний день нет. Дом у любым выпадку буде побудованы, а ли только после того, як пройдут специальные доследования пласту у Глебы. И когда все-таки высветлится, что они утримливают элементы человеческих останков, после проведения экзумации их перепохивают на гумельских еврейских могилках. Марина Джала, Игорь Марышенко, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гумель». 15-го соковика белорусские адвокаты проведут бесплатные консультации. Правовая акция, примиркованная до дня Конституции, пройдя во всех адвокатских конторах. Подобные мероприемства проводятся у Беларуси регулярно. Бесплатные юридичные консультации для маломайомостных граждан адвокаты так само проведут 26-го червня, с на годы Дня утворения адвокатуры краины и 30-го вересня до Международного дня пожилых людей. У Гумеля отбылся первый областный турнир по робототехнице «Робоквест». Его удельниками стали коля 100 школьников забластного центра, так само Добруша, Светлогорска и Рогачева. Перспективы развития на гумельшине технологии будущего оценили наши корреспонденты. Профессийно займаться с детьми робототехникой у Гумеля почали коля двух годов тому, не глядяши на тое, что занятки платные. А сам робот, зробленный со стандартного набору, каштуя коля 1 тысячу рублёв, жадающих записаться в гортке – шмат. Першие кроки у конструеваний, звычайно, робят у шесть годов. Хоть есть и вундеркинды, сдольные собрать девушек экземпляр у больш раннем взросле. Даже, по-моему, можно это из детского сада. Если всё зависит от сообразительности ребёнка, от его способностей, у нас ребята занимаются в Лего с шести лет. Младшая группа – шесть-десять лет, старшая – десять-четырнадцать. Конструкций, сдольных оказать реальный уплыв на техничную революцию экономицы, а до дельников турниру никто не потребует. Уреште тут и задача иншая. Гэта с поборницвой – самый початок, долучение до сучасных технологий. Даречи лишатся, что уже у недалёкой будущени. Сярод самых запотрабованных окажутся IT-специалисты, нанотехнологи, специалисты по электроннице и операторы беспилотных летальных аппаратов. Рыхтовать их необходимо уже сёня. Основная цель наших соревнований – это дать детям хорошее образование. Как робототехническое, так и дать им хорошее образование в сфере инженерии, программирования. Лего-роботы – это очень такой мультифункциональный тул, мультифункциональное устройство. Переможцы областного споборництва по робототехнице представят регион на республиканском турнире. Организаторы кажутся, что узровень подрыхтовки молодых гомельшан саправды достатково высоки, а собранные конструкции отповедают замежным аналогам. У республиканским центры инновацийной и техничной творчести, галоны складающие по спеху, бачить наёмность тренеров и выкладчиков необходной квалификации. Если ребята заинтересованы, если есть соответствующие педагоги, которые помогут им развить интерес, в дальнейшем обучить их, а сегодня мы видим, что такие педагоги на гомельщине есть, я уверен, что будущее этого направления, мы все понимаем, оно сегодня есть будущее, и сегодня весь мир не стоит на месте. Обращение посредственно споборництва – первый областный турнир по робототехнице, это еще мастер-класс для педагогов и шоу-роботов. Сегодня сфера штучного интеллекта в уголе, выкликая великий интерес. Якой будет наше будущее? Это зависит от детей, которые сегодня делают у робототехнице первые кроки. Алисин Серов, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, телер-радокомпания «Гомель». У ЗАГСЦ Центрального района молодым парам рассказали, как оригинально зарегистровать шлюб. На мероприемстве «Вяселие» от идеи до вособления закаханы отрымали парады от профессийных психологов, декораторов, фотографов и ведущих. Большость пар сутыкается с тяжкостями при выборе ведущих, стылю «Вяселия» и своих образов. Тому передвясельная подрыхтовка потребует шмать часу и сил. Идея мероприемства – да помогчи молодым увасобить мару в житё, полегшить подрыхтовку до «Вяселия» и позбегнуть тяжкостям. До того же сегодня Адела ЗАГС пропонует такую послугу, как регистрация шлюбы по индивидуальным сценариям. Молодые люди, иногда приходя писать заявление на регистрацию брака, они даже не предполагают, каким образом должен пройти их праздник. Они не знают, то есть они что-то хотят, но не знают что. Информации, конечно, много и в интернете, и везде, но это очень большой объём информации, которую иногда люди не могут переварить. Поэтому мы собрали здесь людей, которые предоставляют такие услуги, и которые могут разбираться в этом и могут рассказать. Персональная выстава «Мастака» Дмитра Яусеенко «Жанчина. Натхнение. Вясна» открылась областным центром народной творчести. Ледачам проставили 22 картины с вясновыми жаночными вобразами. Дмитрий Яусеенко – Гомельский «Мастак», выпускник Белорусской державной академии «Мастатства». Зарас Йон навучает детей в Гомельском «Мастатском колледже». Манеры аутера уластивы мягкость и лиричность. Экспозиция знакомит с таямнейшим светом женщины. Тонкий, недосягальный жаночный вобраз протягивая грядача и настроивая на романтичный лад. Персонажи не привязаны до реальности, и они погружены в свой внутренний свет. Женщины такие разные, их так интересно изображать. Авторский стиль долго вырабатывался. То есть, начиналось все сначала с того, что я пробовал различные фактуры, текстуры. Мне интересно было, как мешается масло. Ну, в принципе, техника, наверное, в работах не так важна, как важно содержание. Самое главное, чтобы работы несли позитив, чтобы работы несли хорошее настроение, может быть, заставляли о чем-то задуматься. В принципе, можно сказать, что за это время, пока я рисовал, я ни разу не покривил душой. То есть, я рисую то, что мне нравится, на самом деле нравится. У Гомель прибыли великие христианские святыни. На минулых выходных православные верники сустрели каучек с частицами моща у трех святых. Йон размешаны у свято-петропавловским кафедральным соборы. Великомученика Георгия назвали перемогоносцем за мужность и за духовную перемогу над мучителями, которые не смогли его примусить отмовиться от христианства, а так само за судодейную допомогу людям у небеспецы. Прыговорный до смерти святы Харалампии молился, как бы в месте его похавания никто не покутывал от голоду и хвороб. Святы отдау Богу душу, яши до того, как мечката докранулся его шире. Святы-пакутник Ванифаций был милостивы до убогих и вандровников, оказывал допомогу неасчастным. На дворе у регионе на гэтым тыне будет теплым, маленья устойливым. Як поведомили областным гидрометцентры, у автора кобыдется безыстотных опадков. Температура поветра у нашей складе от минус 3 до плюс 2 градусов. У день поветра прогреется до 10 тепла. У Сираду и Чатвер под уплывом атмосферных фронтов на дворе пагоршится. Пройдут короткочасовые опадки, дождь и мокрый снег. Слубки термометров покажут до плюс 2 у нашей и до 9 тепла у день. У пятницу знову выгляне солнце и будет переважно без опадков. У субботу в особных районах, а в неделю на большей части территории прогнозуются краткочасовые этажи. Гэты и инши новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tivergomil.by. На гэтым выпуск завершенный у студии працавал Александр Гамоля. Усяго доброго и до сустречшего эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова